Да, я вижу уже приходят и старички, и новички, я вас рада приветствовать на нашей планерке, это сугубо для моей персональной группы планерка, поэтому нас не очень много, но зато мы все близкие друг к другу и нам есть о чем поговорить. И сегодня я хочу на такую тему, чтобы мы пообщались, у нас совсем скоро лето, уже не знаю, как у кого погода, как у вас погода, у нас сегодня просто уже теплынь, непривычно еще пока на короткий рукав выходить, но уже настолько чувствуется лето, солнышко пригрело. Да, девочки, как у вас погода? Да, вот, ну, чувствуется уже, что лето, вот-вот, еще неделя, и уже лето пришло, поэтому поговорим, что же мы будем делать летом. У нас тоже только сегодня вот потеплело, так существенно потеплело, поэтому непривычно сразу вот взять и раздеться, но уже приятно. Да, вот подумайте, и тоже можете написать, можете не писать, можете просто себе подумать, вот какое для вас ваше идеальное лето, каким свое идеальное лето вы представляете. Возможно, у вас такого лета никогда не было, возможно, оно уже было, либо вы только о нем мечтаете, либо когда-то было, и вы хотите снова повторить. Какое для вас ваше идеальное лето? Ну, дома за компьютером это скорее необходимость, может, нет? Или это действительно вот то, что хочется? Да, вот. То есть для меня идеальное лето – это когда ты где-то поехал, да, сначала поехал на море с детьми, потом еще где-то отдохнул, да, либо там, может, кто-то любит море, кто-то только хочет туда поехать, кто-то хочет в горы. Ну, когда ты можешь спокойно расслабиться, тебе не нужно сидеть в пыльном душном офисе, да, я думаю, что сидеть целый день за компьютером – это тоже, ну, наверное, не совсем мечта, но это более как необходимость, чтобы вот достичь вот такого идеального лета, которого нам хочется. Потому что, ну, чтобы проводить лето так, как хочется нам, понятно, что для этого нужны деньги, и без них никуда мы не уйдем, потому что за все хорошее приходится платить, да, это все материально, и поэтому все мы здесь для того, чтобы заработать и на жизнь, и на такое хорошее лето. И если ваше лето пока в этом году еще не может быть таким, как вы себе мечтаете, значит, все в наших руках, и мы будем все это лето работать, чтобы уже следующее вы провели именно так, как вы хотите. Да, и это лето тоже намеренно очень хорошо поработать, потому что хоть я уже и зарабатываю здесь, все равно я ориентируюсь совсем на другие доходы, я хочу большего, чтобы, ну, действительно позволить себе именно то, что я хочу. Поэтому настроена работать, работать, еще раз работать, да, как совет от Анны Черны, что весну и лето важно посвятить рекрутированию, потому что личный рекрутинг лишает все проблемы бизнеса. У вас неактивные партнеры, личный рекрутинг помощь, не рекрутирует структура, рекрутирую сама. Сдулись активные, ищу новых. И такой подход вывел на уровень исполнительного директора Анну Черну за 5 лет. То есть весенний период бизнеса, он как в природе, это период сенья, и лето период взращивания, потому что действительно летом очень легко расслабиться, и больше сил нужно, правда, чтобы себя засадить, да, чтобы засадить себя, работать, потому что тянет на улицу. Понятно, что у кого детки, тоже больше времени уже погода позволяет, больше времени проводим на улице. Что с этим делать, тоже будем говорить, чтобы не в ущерб, конечно, семье и времяпровождению, но чтобы и здесь с пользой. Поэтому, да, кто-то отсеивается, кто-то вот летом настолько уже расхолаживается, потом сложно себя собрать. Поэтому очень рекомендую летом хорошо поработать, и осенью всегда очень существенно идет результат, кто поработает летом. Да и летом есть рост, просто нужно найти именно тех людей, которые хотят работать. А по сути, кто у нас отдыхает? Отдыхают те, у кого есть деньги, да. А у кого их нету, они-то нам и нужны, потому что мы им приглашаем сюда зарабатывать. Так что будем искать наших активных целевых партнеров. Да, то есть вы поставили уже себе цель. Кто-то здесь уже какое-то время, кто-то недавно присоединился. Да, вот наша минимальная цель – это золотой директор. А что такое золотой директор? Это две веточки, две группы, под вами два директора. И тогда с этого момента вы можете уже в принципе не работать. Когда под вами стабильные две веточки, они работают, вы просто делаете свои личные баллы и зарабатываете. Да, тут в долларах не совсем уже, конечно, корректные суммы. Это старая табличка. В рублях можно ориентироваться. Да, то есть старший золотой директор – три веточки, сапфировый – четыре. Ну, так, чтобы нормально было, да, ну, нужно, думаю, как минимум бриллиантовый директор сейчас. Ну, начнем с золотого, а дальше уже просто входим во вкус, потому что редко кто на золотом останавливается. Да, и что же нам надо? Всего лишь три простых действия, о которых мы вам говорим постоянно, о которых рассказываем и на обучении, и на каждой планерке. Что? Всего три действия на пути к успеху. Это пользоваться продукцией, покупать не в обычном магазине, а в компании Reflame. Потому что у нас теперь свой магазин, и зачем относить свои деньги в чужие магазины и покупать то, что можно купить здесь, в других магазинах. Поэтому мы пользуемся продукцией. Мы приглашаем людей в свою команду, которые тоже будут дублицировать вас. То есть они будут повторять те же действия, что делаем все мы, и тоже будут искать своих активчиков. И так человечек за человечком будет выстраиваться ваша структура, будут находиться ваши активчики, они тоже будут пользоваться продукцией, будет создаваться ваш групповой товарооборот, и вы будете начинать зарабатывать. И, конечно, мы обучаемся, чтобы узнать, как эффективно это делать. Я тоже практически ежедневно стараюсь посмотреть хоть один предпринимательство. Это как бы даже не для директора, а вот на том этапе, когда мы уже хотим заключить договор с компанией для выплаты дохода, тогда для заключения договора нужно оформлять предпринимательство. Иначе компания не будет иметь юридических оснований, чтобы выплачивать нам доход. Потому что она нам официально платит за оказание услуг. Ну, с 18% некоторые открывают уже, то есть, либо на уровне старшего менеджера, еще только в открытом звании директор, когда уже там доход более-менее стабильный, вы хотите получать на расчетный счет. И как быстро, да, как быстро, от чего зависит, как мы выходим на уровень того же старшего менеджера, открываем звание директор. Два основных показателя – это количество людей в группе и средний балловый заказ по группе. То есть, если в среднем у вас в структуре заказ 20 баллов, то чтобы выйти на уровень, немножко отличается, в Украине это 24%, в России 22%, но баллы то же самое, 7,5 тысяч баллов для открытия звания директор. У вас по структуре должно быть 7,5 тысяч баллов за каталог. Если средний заказ 20 баллов, вам нужно 375 человек в структуре, которые будут делать в среднем по 20 баллов. Если по 50 баллов заказ, это 150 человек. Если 100 баллов у вас средний заказ, то 75 человек. И, наконец, если у вас средний заказ в структуре 150 баллов, вам нужно найти всего лишь 50 человек, которые будут делать этот заказ, и вы уже открываете звание директора. Понятно, что нет такой идеальной структуры, где все будут делать определенное количество баллов. И кто-то делает больше, кто-то меньше. Но смотря как мы ориентируем людей, мы рассказываем все возможности, а уже каждый решает для себя. Давайте еще посмотрим, немножко простыло. По групповому товарообороту. Вот представьте, вы пригласили 500 человек. Не только вы, ваши люди уже тоже работают, потому что лично, конечно, 500 человек это много, и нужно время, чтобы пригласить. Ваш спонсор вам помогает. И в вашей структуре под вами 500 человек. И каждый из нас купит по куску мыла. То есть это в общей сложности будет 500 баллов. Групповых еле-еле 6%, то есть доход 4 доллара. Если тех же 500 человек поняли, что здесь покупать выгодно, и купили не просто мыло, а еще и витаминки решили заказать, то это уже по 60 баллов в среднем. Это 29 тысяч баллов, и это уже уровень цепфирового директора. То есть разница колоссальная. А если тех же 500 человек, это партнеры, которые выбрали быстрый, там просто, и делают по 150 баллов, то это уже 75 тысяч баллов, это дважды бриллиантовый директор. То есть этот уровень дохода, который более и более чем подходит нам для хорошей обеспеченной жизни. Поэтому просто смотрите для себя, оцените преимущества смены магазина, и тогда вам будет легко рассказать людям, которые вы пригласите, о всех аспектах работы здесь. Что такое 150 баллов, еще расскажу. Возможно, как только мы приходим, 150 баллов кажется большой суммой. Мне тоже так казалось, когда я пришла. И когда начинать делать 150 баллов, это личное дело каждого. То есть что такое 150 баллов? Это условия компании для начисления объемной скидки, вам на расчетный счет. Кто-то начинает их делать сразу. Причем, да, по секрету скажу, что многие быстрорастущие лидеры, они сюда пришли, когда у них не было денег даже заплатить регистрационную плату. То есть они рассказывали, ну совсем-совсем не было денег, был совсем кризис, и да, ну не от хорошей жизни люди ищут работу в интернете. Ну мало кто ищет просто, чтобы чем-то заняться. Обычно все-таки первое, что нас сюда приводят, это поиск дополнительного заработка, либо поиск основного заработка. И, конечно, когда мы ищем доход, да, где бы заработать, то сразу отдали большую сумму, но это немножечко идет несостыковка. Как делали просто люди, которые решили сразу быстро расти? Они просто решили рассказать своим друзьям, что есть у них возможность приобретать продукцию со скидкой. Да, да, своим знакомым. Что ты хочешь? Сейчас, секундочку. И да, просто они делали совместные покупки со своими друзьями. Ну секундочку, сейчас мне ребенок... Мама, пипи, пипи. Да, пришел начальник, но вроде разобрались. Вот, и просто расскажу о всех выгодах, чтобы вы могли знать, что вам дают эти личные баллы, кроме начисления объемной скидки. Конечно, когда вы только пришли, то вам будет за личные 150 баллов начисляться скидка именно за ваш заказ. Да, то есть вы получите... Вы сразу выходите на уровень 3% в России и 6% в Украине. Получаете от суммы своего заказа объемную скидку. Вы получаете, если под вами уже люди тоже есть и делали заказы, получаете от их заказов, если они еще не вышли на этот уровень. Также вам возвращается 10% от суммы вашего заказа на объемную скидку в следующем каталоге по премьер-клубу. Причем раньше это было только в России. Сейчас в Украине тоже ввели акцию, что единственное, что она не касается директоров. Для всех остальных, тоже если делать от 150 баллов, за каждый балл, который превышает 150 по 1 гривне, возвращается тоже на расчетный счет. То есть мы получаем еще дополнительную скидку, которую тоже можно в следующем каталоге использовать на свои заказы. Она будет списываться. И что важно? Про личное потребление, думаю, тот, кто разобрался с сутью работы, он поймет. Да и уже многие поняли. Поэтому главное, о чем я хочу поговорить, это о рекрутинге. То есть о том, где нам искать людей, как нам их искать и что делать для того, чтобы наша работа была максимально эффективной. То есть три основных способа работы. Это доски объявлений, социальные сети и теплый рынок. Теплый рынок тоже никто не отменял. Если вам удобно работать только в интернете, пожалуйста, работайте только в интернете. Если вы хотите рассказать своим знакомым, поделиться с ними возможностью, информацией, вы можете всегда пригласить их на наши встречи, на наши созвоны, которые у нас проходят ежедневно. Мы там им все расскажем. По досках объявлений. Да, уже все у нас начали, где здесь, начали работать. Работают доски объявлений у нас эффективные, на которых есть отклики, есть видео, все пользуются. Изучаем новые, пока еще таких очень эффективных новых не нашли. Можно также по резюме работать. Здесь все понятно. Если с откликами сейчас досок, что-то не то, да, мало откликов, есть еще свободное время, видите, что нету там у вас, ну, у новичков понятно, что сначала не будет прям по одной регистрации в день, но мы все стремимся к тому, чтобы у нас была как минимум одна регистрация в день. Это реально, когда вы уже включаетесь в рабочий процесс. Мы рассматриваем также такие варианты, как социальные сети. Социальных сетей очень много. Саша, включи. Саша, включи. Начальник меня забирает. Что я хочу? Что ты хочешь? Мальчики не могут поделить. Мальчики. Смотрите, социальные сети в чем хороши еще? Не все могут работать. Не все могут работать на досках объявлений с телефона, правда? Я не пробовала, хотя у нас есть, вот у нас Юля тут есть, которая приловчилась, которая на досках с телефона. и фундочку. Сейчас я иду пристрою. Так, я аж всего с того презентацию закрыла. Сейчас я ее загружу. Да что ж такое? Что ж ты кричишь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Биби. Там... Ну что ты хочешь? Мама! Биби. Часть записи пропала. Ну ничего. В Facebook есть программка, которая раскидывает объявления по группам. Она платная, но насколько я тоже слышала, что ее можно, то есть если я себе такую программку куплю, по-моему, ее можно давать. Так что может, если разберусь, и будет эта программка, кто захочет работать в Facebook, активным партнером, можно будет обращаться и пользоваться. Она раскидывает, может там за день раскинуть 400 объявлений в группу. То есть это уже не вручную вы делаете, а программа делает за вас. Девочка, которая так работает, у нее есть 5 аккаунтов, то есть это тоже немного совсем, и причем там не блокирует навсегда, там тоже можно восстановить. Поэтому тоже как вариант рекрутинга. Сегодня по Facebook тоже будет вебинар, хочу послушать, потому что там еще может не настолько нас много. Но регистрация есть на самом деле в любой соцсети, на любых, на досках, всеми методами, которыми работает, везде можно найти людей. Главное, чтобы ваши действия были систематическими, и что их было много. Потому что если дать просто пару объявлений, то не надо ждать, что люди побегут толпами. Те доски, на которых мы работаем, они эффективны, и там есть отклики. Но если вы на них заходили, вы видели, что там очень много наших объявлений. И для того, чтобы пришли именно к вам, надо давать тоже, соответственно, много, либо на тех досках, где можно обновлять, обновлять максимально. То есть все, что можно, все инструменты задействовать. Поэтому смотрите, смотрите вебинары, и выбирайте тот метод, который подходит вам, чтобы он был эффективный. Потому что если вы делаете много, а регистрации нет, значит, давайте лично будем разбирать, что не так. По теплому рынку. Напоминающий вам, кто не слышал, что буквально каталог назад одна девочка поставила рекорд, ну, не совсем девочка, но молодая женщина поставила рекорд. Она за три дня открыла звание директор. Причем у нее не пошла работа именно в интернете. Ей было как-то, не понравилось приглашать людей. Она пошла по своим знакомым, и она работала по схеме. То есть она, по схеме такой, что вы приглашаете троих людей, которые делают 150 баллов, и каждый из них приглашает еще троих, да, вот, которые тоже делают по 150 баллов. Таким образом разветвляется. То есть каждый из этих людей, которые нацелены на такую работу, они уже тоже начинают зарабатывать. Сначала немного, потом больше и больше, и уже в четвертом уровне вы директор. Но, конечно, эти люди должны, да, не просто вот прийти и заказывать, они должны быть именно нацелены на бизнес. Это легко объяснить своим знакомым, да, но которые готовы слушать, потому что в интернете незнакомому человеку сложнее часто донести. Тоже один из вариантов. Да, давайте посмотрим еще вот по тому, что вы делаете. Если у вас мало откликов и мало регистраций, что мы должны делать? Ну, первое, понятно, мы увеличиваем количество поданных объявлений. Есть хорошие сайты, где можно обновлять. Стараемся не только обновлять, стараемся все-таки ежедневно подавать новые. Ну, как бы, если вы работаете только объявлениями, то стараться не меньше 50 подавать новых объявлений. Когда вы уже вникли, понятно, если вы только первое объявление, которое вы подали, только зарегистрировались, 50 это кажется много. Когда вы уже набили руку, это немного времени занимает. То есть размножить объявления, да, у нас те доски, на которых мы работаем, там можно на некоторых размножать, на некоторых быстро подавать. Есть такие, на которых чуть более трудозатратно по времени, но тем не менее, это реально. Когда новичок, стараемся от 20 в день. Добавляем объявления на другие доски. Кто уже сделал активационный заказ, мы добавили в чат по Турборосту. Там мы, если кто-то подал на другие доски и пришел отклик, пошли отклики, мы обязательно пишем, мы делимся информацией, ничего не скрываем от вас. И можно пробовать. Может, вы по своему региону попробуете, знаете, какие-то доски, которые популярны. Либо, когда вы искали работу, тоже знаете, что какая-то доска, которая популярная, можно попробовать подать. Единственное, что нужно смотреть на модерацию. Часто самые популярные доски, они жесткой модерации, они начинают требовать там уже и копии свидетельства, и разные-разные, и не пропускать объявления, которые отдаленно напоминают какое-то вот, именно то, что мы предлагаем, да, и на. Поэтому нужно смотреть. То есть, если те доски, которых мы постоянно пишем, и вы видите в чатах, что люди пишут, что идут отклики, а у вас почему-то нет, то есть у вас достаточно объявлений, но откликов нет, значит, нужно редактировать объявления. Посмотрите, можете скинуть мне ссылку на объявление, можете спонсору, можете в чат выложить тот же по турборосту объявление, чтобы со стороны посмотрели, со стороны иногда видни, что не так, в чем ошибка. Можно менять название, если видно, что, ну вот видно на доске, сколько просмотров, видите, что мало просмотров, возможно, название непривлекательное. Возможно, если стоит на город конкретное объявление, ставьте на крупные города, смотрите, по каким идет отклик. Ну и текст, текст вычитывайте, чтобы не было ошибок, и чтобы, я вот заметила, что больше, чем короче объявление, ну, конечно, не совсем пару строк, но на более короткие, на более сжатые объявления больше идет откликов, чем в которых мы все-все прямо сразу описываем. Да, есть возможность, можно пользоваться платными услугами. Например, на работа на еду, можно, если проплатить безлимитный режим, но можно на один аккаунт накидывать много объявлений, и, да, то есть, не нужно делать много аккаунтов. Хотя, можно и давать, так как по три объявления на один аккаунт, и создавать их. В этом есть тоже небольшой плюс, когда человек заходит, если посмотреть, сколько у вас еще объявлений, безлимитка 300 рублей сейчас стоит. Раньше было 100, сейчас они увидели, что мы очень активно пользуемся этой доской, поэтому подняли цену. Да, все равно там очень много наших, и все равно постоянно идут отклики. Мы раскрутили хорошо доску, и друг на друге зарабатываем. По откликам, поскольку все работаем на одних досках, люди очень часто пишут подряд по нескольким объявлениям. То есть, не на одно ваше, а вот открыли и пошли, пошли. То есть, если на одной доске много объявлений, мне часто приходят от одного человека на несколько объявлений. Иногда человек может и на 20 моих объявлений написать. Поэтому, если есть возможность, вы видите, что пришли отклики, не собирайте, сразу ответьте одному. Еще вообще хорошо отмечать по имени. Если вы видите в отклике, что пришло имя человека, который интересуется, обратитесь к нему по имени, напишите «Здравствуйте, имя» и дальше уже свое предложение. И не ждите, то есть, чем быстрее вы ответите, тем больше шансов, что вы будете первые с таким предложением и заинтересуются именно вашим. То есть, человек, когда интересуется, не молчит, работайте с возражениями. Тоже есть примеры, шаблоны работы с возражениями. Можно спросить тоже у нас, посоветуем, что ответить. И вот кроме досок, как я и говорила, что изучаем другие методы рекрутинга, не обходим стороной соцсети. Важно составить ежедневный план действий и придерживаться его. Просто себе четко написать, что вы должны сделать. Проводят у нас и вебинары по тайм-менеджменту, если сначала сложно себя организовать. Наш девиз – «Не дня без рекрутинга». Максимально, если есть возможность, рекрутируем и сопровождаем новичком. Если у вас уже есть регистрация, не просто зарегистрировать и выслать информацию. Старайтесь поддерживать контакт. Спросите, пришло ли ваше письмо, удалось ли активировать кабинет, пришел ли обучающий сайт, посмотрели ли обучение. И если человек до нея уже решил, что он будет работать, прошел обучение, дальше поддерживать с ним контакт. Ну и обязательно добавить в чат. В чате без поддержки не останется. У нас постоянно там движение. Посмотрите, здесь я привела скрины. Это наших уже золотых и саппировых директоров по доходам. Хотите зарабатывать столько же? Смотрите, это структура нашего тоже старшего золотого директора Юлия Давидовича, просто параллельная с нами веточка. Это старшего директора. Кристина Ярыш получила премию. За три недели доход 153 тысячи рублей. Котлерова Елена, она уже сапфировый директ, сапфировый, не, бриллиантовый она уже. То есть, звания у нее пошли очень быстрый рост. И это вот 86 тысяч, это без премий, просто доход. 86 тысяч рублей за три недели. Это в Украине наши бриллиантовые директора, семейная пара. Это еще на уровне сапфира 61 тысяча гривен за три недели. То есть, думаю, от таких доходов и от больших доходов не откажется никто, поэтому сейчас нам надо поработать в этом направлении. Обращаем внимание, что начался обратный отсчет по этому каталогу. В субботу заканчивается каталог, то есть, осталось меньше недели. Посмотрите в свой личный кабинет, проверьте личные баллы. Возможно, совсем чуть-чуть вам не хватает до уровня, до первого уровня, до нового уровня, до удержания уровня. Это немножко в Украине отличается. По России уровни от такого количества баллов идут. Когда вы заходите в свой личный кабинет, у вас там видно, сколько у вас групповых, видно личные, видно групповые баллы. Напоминаю еще вам про акции. Тут уже все знают, у нас стартовую программу, все слышали, все знаете. Наборчики многие получили. Кто прошел шаг один, в следующем каталоге вернется 149 рублей, еще регистрационные платы, и наборчик будет. А дальше еще и лучше наборы. Кроме того, кроме этих наборчиков, также можно заказать, будет один из наборов, который представлен в акции со скидкой 50 или 75%, смотря сколько, насколько заказы сделали. Еще и наборы снова получим. Помню, прошлая акция была, все очень радовались наборам. Да, это Россия. В Украине стартовая программа уже не новичкам нельзя вступить. Я сейчас уже прохожу, да, прохожу на себя, на мужа, на маму, получая по хорошей цене замечательную продукцию. Взяла сейчас маме со скидкой 50% в Кремену Вейдж. Как раз за первый шаг пройденная стартовая программа. В следующем уже скидка 75% будет. Можно будет взять себе что-то из Валнеса. И с сегодняшнего дня тоже в Украине акция. Если сделать заказ на 25 баллов и более, то в тот же заказ вкладывается подарок. То есть на выбор это случайный, да, что попадет. Там еще зонтик детский был. И вот приятный сюрприз вкладывается в тот же подарок. Я уже все, что могла, заказала. Все подарки получила. Сегодня забрала свое платье, которое было по распродаже. да, у нас идет распродажа, еще действует и в России, и в Украине. Последние дни распродажи. Также это вот по бизнес-классу, то, что я говорила, что возвращается при заказе от 150 баллов 150 гривен. И дальше за каждый балл 1 гривна возвращается на номер консультанта. То есть тройная выгода заказов от 150 баллов. У бизнес-принт, бизнес-класс, участник бизнес-класса, вы становитесь, вы можете любой товар, каждый каталог брать со скидкой 50%. То же самое в России. Если вы делаете заказы ежекаталочно на 150 баллов, каждый каталог, вы можете брать один товар со скидкой 50%. Да, очень выгодно брать wellness, потому что на wellness никогда не бывает таких больших скидок, потому что сам по себе продукт дорогой и очень хороший, и так спрос на него повышен. И дополнительная скидка 6% по маркетинг-плану. Да, я думала сделать фото и буквально пришла перед планеркой, забрала заказ, я его крутила, крутила, в общем, не разобралась я его, как нормально его завязать. Ну, что ж такое? Не, окситоцина. Не заказала, окситоцин закончился. Ребенок меня наградил какой-то вирус кайсадик, и тоже вот буквально на прошлой неделе поднялась в понедельник температура, 2 дня, и ребенок у меня здоров, потому что я его накормила витамин, окситоцином, ну, никогда раньше так болезни не проходили быстро. Хорошо, разберусь, фотографирую. Вот это я 2 заказа выложила из своих, один, вернее, мой заказ из этого каталога, вот это ниже, это уже мама моя заказывала, тоже, поскольку у нее свой номер, она теперь сама себе хозяйка, сама заказывает, что хочет, да, я у нее там только заказала деткам на ее номер для лета, солнцезащитный крем, ну, пасту, это она уже сама заказывает, чтобы внуки пришли в гости, и было чем зубы чистить, и те не взяла. И сегодня вот забрала, да, платье, и там мне уже просто знакомые по распродаже заказывали туалетные водички, поэтому, все, что могла уже в этом каталоге купила, уже жду следующего с нетерпением. Напоминаю еще вам про акцию, лучший рекрутер, она идет в этом каталоге, то есть, все, кто, у кого будет не меньше 10 регистраций в текущем каталоге, и не меньше двух новичков с активационными заказами, плюс личный заказ на любую сумму, те претендуют на приз, и будет именно уже, все, кто выполнит эти условия, уже по количеству регистраций, будут определяться места, получат на свой номер консультанта лично от меня бонус. За первое место 700 рублей, второе 350, третье 150. Приятное вам поощрение. Да, потому что, что я вам хочу сказать, действительно, мы там, где находятся сейчас наши мысли, убедитесь, что ваши мысли там, где вы хотите быть, действительно, мы всегда притягиваем то, о чем мы думаем, старайтесь мыслить позитивно, если у вас сейчас нет регистрации, не надо думать, что никто не хочет регистрироваться, начинайте свой день с мысли, что сегодня я найду своего активного человечка, сегодня у меня будет много откликов, у меня попадутся именно те люди, которые захотят и будут работать, и чем больше вы будете позитивным настроем, такие люди к вам и придут. Завтра вот еще хочу сказать, хоть мы работаем все удаленно, мы общаемся вот так в вебинарной комнате, мы общаемся в чате, с кем-то созваниваемся, с кем уже более близко общаемся, уже прошло, становимся действительно близкими людьми, знаем, кто когда ложится спать, кто когда встает, кто когда приболел, у кого какие, что там с детками, поздравляем друг друга с праздниками, всегда очень приятно встретиться. Завтра вот у меня, мне повезло, что именно встречи, разные такие мероприятия компании по западному региону Украины проходят именно во Львове, поэтому мне далеко ходить не надо, и вот завтра будет директорская встреча, меня пригласили, приезжает руководство компании, и приезжает наш старший золотой директор Юлия Давидович, она вот, ну, в соседней области, она тоже приезжает, поэтому на завтра будет, надеюсь, тоже будут фотографии, я думаю, будут еще директора тоже с экстресс-карьера, и завтра должны нам рассказать что-то, правда, это именно программа, которая касается Украины, и будут нам рассказывать, что же компания приготовила, поэтому вернусь, поделюсь впечатлениями, думаю, все рассказывают, что нашу команду очень ценят, очень любят, на всех филиальных вебинарах компании, Аня Черна, конечно, цитирует ее фотографии, ее фразы, ее приводят постоянно в пример, поэтому нам есть чем гордиться, что мы попали в такую команду, нам только остается следовать ее примеру, дорожка уже проложена, нам просто нужно брать и делать, и набраться немножко терпения для того, чтобы выйти на результаты, сначала на первое, а потом дальше и дальше. Запись, к сожалению, у меня получилась с кусками, поскольку я бегала туда-сюда, ну, кто не смог прийти, значит, так вот им не повезло. если у вас есть какие-то вопросы по работе, не обязательно, потому что я сегодня сказала, можете написать, я вам сразу сейчас на них и отвечу. По организационным, по рекрутингу, ну, по чем угодно, все, что связано, вот, я пару минут подожду, до конца недели у нас есть еще буквально вот чуть-чуть, чтобы максимально выложиться и максимально хорошо закончить этот каталог. Если у нас вопросов нету, и именно тогда, да, когда уже я заканчиваю, у меня дома наконец-то тишина, спокойствие, и я могу нормально общаться, но я вас всех отпускаю, запись в чате выложу, тогда вопросы если есть, то пишите, пишите в чате, пишите в личку, всем хорошего вечера, детки не задать, подождать чуть-чуть или уже в личку тогда или в чате свет, я еще подожду, хорошо, да, я знаю как-то, когда они налипнут и просто ты хочешь написать и никак командует, но начальники что поделать, такие у нас начальники у многих, все хорошо, я тогда отключаюсь, отключаюсь, мы скоро увидимся, планерки у нас каждую неделю, может не я проведу, может кто-то еще из девочек проведет, если есть у кого желание с нами пообщаться, есть тема, которая созвучна с нашим, всегда принимаю инициативу и готова предоставить вам слово, только скажите заранее, все, тогда я отключаюсь, всем хорошего вечера, до встречи,